Плодятся недовольные начальством, кому не вовремя и вовсе не додали, кого заставили с восходом опечалиться, к закату обошли его с медалями. У всех у этих, неучтенных вами, за двойку зряшную и не за тот диплом, отмерено и стерто каблуками в приемную, где ждет авесолом. Его пытливые, с усмешкой и прищуром, лукавые и хитрые глаза разведают про жен, про шуры-муры и развернут обиженных назад. Но в каждом из спросителей усталых оставит след, осадок, непокорство. Вот если б я царем когда-то стал бы, проблемы ваши разрешил бы просто. Стоит авесолом, ему престол не светит, но он не спит, вылавливает мрачных. Берет на карандаш, чело пометит, в соратники, в разбойники, в заначку. Бездетный расплодит говорунов, таких же с хитрецой, с проглядом в завтра. Подмешивает яд и ложь в вино, и черную икру в запас на завтрак. В столице это или на дому, в конторе, в общине, под куполом церковным. Настроит всех по своему уму, на жалобы набьет свои подковы. Им обольщенные потом в крови утонут, соратники пустого обещания. Так полнятся ряды авесоломов от разговоров, будто бы случайных. Давите ропот, недовольство сразу, молитвой закрепляясь и трудом. Тот падший дух в обед дает заразу, с клеймом эксклибрисом, святой авесолом. 11 июня 2003 год, Игнатий Лапкин